У нас на сегодняшний день Государственная экологическая инспекция Украины претерпевает изменения в части ликвидации отдельных территориальных органов и передачи полномочий в соответствующие областные инспекции. В частности, ликвидирована по поставлению комбинета министров Государственная экологическая инспекция Крымско-Черноморского округа. Чем она занималась? Контролем за деятельностью субъектов хозяйствования в основном в морской акватории. Так как Одесса есть жемчужинное море, естественно, что полномочия, которые переданы от Крымско-Черноморской в Одесскую областную инспекцию, обоюдно волнуют нас и мэрию в частности. Также обсудили вопросы, связанные с ДЕЛФИ, с возможными разливами, то есть о том, что мы каждый день проводим отборы и что наши результаты исследования не носят официальный характер, а на них можно смело ссылаться. Также обсудили проблематику глубоководного вывода отходов, которые давно уже необходимо было внедрить и запустить, но на сегодняшний день до сих пор вопрос этот не решен. Мы будем стараться через наш центральный орган исполнительной власти актуализировать этот вопрос на уровне Кабинета министров и в дальнейшем будем взаимовыгодно сотрудничать с мэрией и с профильным департаментом экологии. Сегодня у мэра Геннадия Леонидовича состоялось совещание на предмет очень актуальных проблем, которые на сегодняшний день являются. Это ДЕЛФИ, соответственно, курортный сезон, который на сегодняшний день в разгаре. Поэтому совместно с коллегами был проработан план действий. Актуальны были подняты вопросы, которые мы обсудили в рамках совещания. Соответственно, проблематика заключалась в том, что 1 июня Черноморская инспекция была ликвидирована. На сегодняшний день полномочия переданы Государственной экологической инспекции. Поэтому мы уже в новом коллективе, в новом штате, соответственно, будем выстраивать рабочие взаимоотношения. Продолжение следует...